Сидения с анатомической формой, кондиционеры, крепления для велосипедов и разъемы для зарядки мобильных устройств. Такие сегодня вагоны будущего. Состав рассчитан на 818 посадочных мест. Накануне новый электропоезд из Барнаула отправился в Черепаново Новосибирской области. Он имеет крэш-систему, это система пассивной безопасности. Таким образом сделан кузов, что при столкновении весь удар пойдет под кузов, а не в створ кузова. То есть пассажиры все будут в безопасности. Второе, это, конечно, соответствие требованиям обслуживания маломобильным группам граждан. То есть здесь есть расширенные проходы, есть возможность подъема с каждого головного вагона на обе стороны. Есть подъемники, и пассажир может на коляске подняться. В день отправки новый электропоезд оценил губернатор Алтайского края. Экскурсию по вагону Виктор Томенко провел начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. Оценили поезд уже и первые пассажиры, а также сами машинисты. В этом году в Алтайский край поступит еще один такой же состав. Чтобы жители имели возможность недорого и комфортно путешествовать по региону, правительство края плотно взаимодействует с РЖД. За последние два года холдинг уже инвестировал в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и совместные проекты около 10 миллиардов рублей. А за последние пять лет более 22 миллиардов рублей. Это ощущают и жители региона. В 2022 году в крае обновили парк пассажирских вагонов для пригородных маршрутов. Только в прошлом году было приобретено 30 новых вагонов, каждый стоимостью почти под 70 миллионов рублей. Больше двух миллиардов рублей было вложено нашими железнодорожниками в это. Новый электропоезд с 1 января уже начал работать. В Славгород начала ходить электричка. Отлично, уже больше 30, под 35 тысяч уже перевезли пассажиров. Сегодня мы планируем еще один по направлению в сторону Новосибирска. И еще один до конца года будет введен. Каждый электропоезд почти 700 миллионов рублей. Накануне Дня железнодорожника губернатор и начальник Западно-Сибирской железной дороги посетили несколько объектов РЖД. Один из них – цех, в котором перерабатывают резинотехнические изделия. Безотходная технология позволяет использовать свою же продукцию при строительстве и реконструкции объектов на магистрали, а еще снизить вред для экологии. Здравствуйте, деревьяна! Добро пожаловать в нашу группу «Жемчужинка». А это уже будущие железнодорожники. Сегодня профильный детский сад в Новоалтайске посещает более 100 детей. У каждого малыша мама или папа трудятся на железной дороге края. Дети не только познают специфику профессии, но и учатся семейному волонтерству, занимаются робототехникой, моделированием и не только. Мишенька, покажи, как у нас образуется вулкан. Уникальность данного оборудования заключается в том, что на песок проецируются текстуры настоящих живописных кружек, пейзажей, морей, лет, океанов. Дети в игровой форме познают окружающий мир. Так сказать, маленькая песочница показывает наш огромный большой мир. Сегодня в крае работают три ведомственных детских сада. Также сотрудники железной дороги проводят профориентационную работу со школьниками и учениками колледжей. Мы, скажем так, еще со всем юных лет организуем ту самую профориентационную работу, которая в дальнейшем помогает нашим ребятам адаптироваться не только и стать железнодорожниками, они могут многие и не стать, но вместе с тем помогает при дальнейшем выборе профессии. Нам очень важно, чтобы эти ребята были готовы к тем или иным неожиданностям в жизни. Путейцы, вагонники, локомотивщики. Железная дорога объединяет почти 700 разных профессий и более 20 тысяч жителей края. Кстати, в регионе проживают целые династии железнодорожников. Общий стаж работы одной из семей – 332 года. Представить себе нормальную жизнь, текущую, обыкновенную жизнь такого региона, как наш, без труда железнодорожников невозможно. А говорить про его дальнейшее развитие просто никак нельзя, если не будет такой организации, если не будет такой работы, если не будет таких людей. Накануне Дня железнодорожника Александр Грица и Виктор Томенко вручили награды лучшим работникам. Особые слова благодарности прозвучали тем, кто посвятил железной дороге всю свою жизнь. Я бы хотел еще раз сказать и выразить слова признательности нашим дорогим ветеранам. Безусловно, тот фундамент, который вами создан в былые годы, мы сегодня поддерживаем, стараемся развивать. Ну а вы остаетесь для нас учителями, наставниками. Ваш опыт, ваши советы, они бесценны сегодня. В прошлом году железной дорогой Края воспользовались 8 миллионов пассажиров. Еще одна важная часть работы, которую развивают и железнодорожники, и правительство Края – перевозка продовольственных грузов. Сегодня она охватывает не только продукцию алтайских аграриев, но и выходит на зарубежный рынок. В ближайшее время наш регион может стать экономическими воротами на восток. И железная дорога Алтайского края может сыграть в этом ведущую роль.